Смотреть где-то в интернете. Я изучала это очень-очень-очень-очень давно, вот там в девятом-десятом году, я уже не помню. И вот где-то там вычитала, что мой металл там, наверное, по знаку рождения, я даже не помню уже. Но я не сильно на этом заморачиваюсь на самом деле, я и золотые украшения ношу. Самое главное, что мне их постоянно носить не нужно, вот золото, как бы мне постоянно носить не нужно. И так смешно, знаете, когда мы были бедными врачами, я всегда говорила, ой, я люблю серебро. И вот я покупала всякие разные серебряные украшения, они были мне доступны. Просто лишь потому, что моя зарплата не позволяла мне даже приблизиться к тем витринам, где лежали золото, бриллианты и так далее. Что-то мне мама дарила, у меня были золотые украшения, что-то там покупали. Но чтобы пойти и вот просто с зарплаты врача купить какие-то золото, может, тем более бриллианты, об этом даже мы не мыслили. Хотя, в принципе, потом немножечко получше стало. И можно было. Я помню, что мне было то ли 30, то ли 33. Я вот не помню, вот такая вот дата была, ну, значимая для меня. И муж меня спрашивает, что тебе подарить на день рождения. А у меня у подруги, как бы у однокурсницы, мы были недавно у неё в гостях, и она показывала, что муж ей подарил такие вот висячие серьги с бриллиантами и изумрудами. Они меня, конечно, очень впечатлили по тем временам особенно. И он меня когда спросил, что ты хочешь на день рождения, всегда вот что отдать должное, всегда хорошие подарки, всегда заботился. И всегда были подарки. Потому что я знаю, что в других семьях по-другому бывает. И я такая наивная машина, говорю, брюлики. Он говорит, не, ну я тебя серьёзно спрашиваю. Понимаете, то есть это даже не воспринималось серьёзно. Что я тогда в себе уже в голове позволила это, а у мужа этого понимания ещё не было. Ну, воспитывались вместе. Да, те, кто долго носят, жили как амулет на исполнение желаний. Какую вы внесёте, да, в эту энергетику, да, вот в свой какой-то. Я покупала, например, вещи, я когда прошла программу, я вам рассказывала, что я проходила очень серьёзную трёхмесячную программу с лайф-коучем. И я себя наградила покупкой кольца с голубым топазом, с лондонским топазом и с бриллиантами. Ну, сейчас я его тоже уже сдала. Всё, всё, он своё отработал, он свою роль сыграл. Мне даже не было жалко бриллианты, как бы, потому что они вообще не считаются при сдаче. Только золото считается. Ну, я пошла на это, потому что уже не актуально. Хотела что-то просто новое или просто вот, ну, прошло. Спасибо, до свидания. Как амулеты, да. Я не снимаю золото, это плохо. Это не хорошо и не плохо. Вы действуете так, как вы считаете нужным. Возможно, вы получаете подпитку от этого золота. У всех по-своему. Я слышала такую рекомендацию, что да, надо приходить снимать. Но мне даже, мне даже я спать не могу, когда вот мне какой-то дискомфорт. Мне некомфортно, даже не важно, там, золото или бижутерия. Мне некомфортно чувствовать, как бы, когда я дома прихожу, чем-то занимаюсь. А некоторым нормально. Ну и пускай. Вот делайте так, как всё хорошо. Никого не слушайте. И вот это мой главный вам посыл во всех видео. Никого не слушайте и даже меня. Носят, как для силы, да, по ощущениям. Первый раз с вами в прямом эфире. Поздравляю! Восхищаюсь вами. Спасибо большое. Слушайте, я собралась сейчас выходить в эфир. Открыла инстаграм и вижу, мне там комментарии. Я его сразу разместила в сториз, потому что у меня до слёз. Я уже рассказывала о том, какая я чувствительная человек. Меня трогают вот такие душевные всякие вещи. Я прям расплакалась. Думаю, мне сейчас в эфир выходить. А я плачу. И там женщина мне написала. Девушка. Прям вот очень тёплые слова под последним моим постом. Я была очень тронута. Спасибо большое вам. Я в среднем возрасте носила только серебро. Потом узнала, что серебро лунный металл и способствует изменениям. Золото солнечное, стабильное, закрепляет то, что есть. Вот, видите, очень много теорий по поводу этих вещей. Я не могу спать в бижутерии. Спите в чём можете или без ничего. Как вам удобно, да. Принимайте всё, слушайте себя. Фраза. Дарю, делюсь, запишите. Ненормально думать про себя, что я ненормальная. Это ненормально. То есть вы нормальная. С вами всё в порядке. Наверное, это будет моим новым посылом. Как раньше я всегда вам говорю. Любите себя. Но это всё из одной оперы вещи. Любить себя и слушать только себя. Это про любовь к себе. Слушать себя, позывы своего тела. Потому что тело – это наша интуиция. Вот мы на курсе как раз. Я рада, что наши сейчас курсистки, они прямо сразу же после… Вот у нас первый день прошёл. Сегодня все отчёты уже сданы до 15 часов. В первый день ещё не включились, ещё не поняли вот это. Но уже на второй день уже тело включили, уже поняли, чего мы от них хотим. Кураторы я и Ксения Профелиди. И прямо вот сегодня я читаю ваши отчёты, девчонки, уже с большим удовольствием, с наслаждением. Спасибо за наш поток, за то, что вы слышите, слышите, выполняете, чувствуете. Потому что это наша интуиция, это голос, пространство, которое говорит через тело. Он по-другому не может, понимаете. Только через тело он может вам дать какие-то сигналы. И мы учим возвращаться в чувствование через тело, чтобы принимать правильные решения, идти в том направлении, в котором вас пространство подсказывает, вам направляет. Понимаете, потому что вот в этой суете, беготне, дом-работа, дом-работа, дети, муж, семья, уборка, стирка и так далее, некогда послушать себя, некогда, некогда понюхать цветочек. Сегодня у нас день чувствований, задание про чувствование. И такие откровения у наших курсисток, что оказывается, даже находясь, например, вот у нас были курсы, которые мы проводили на карантине, когда это было, все сидели дома, найти в окружающем себя пространстве, вот в этой имеющейся реальности, никуда не выходя, не послушать там это, найти то, чем можно порадовать свои органы осязания, обоняния, чувствования. Это же, понимаете, это прям прорывы, это осознание, это моя фраза месяца. Я, все. Драга, ценность, наше тело, лицо и душа. Драга, ценность, это ценность. Лиана, благодарю, я в потоке, Светлана пишет. Да, это так удивительно, и у нас же еще дополнительная опция в этот раз в курсе. И у нас несколько курсисток, которые уже проходили этот курс, именно этот, с этой же темой. И они пишут о том, как по-другому сейчас они воспринимают все, что они получают, то, что, казалось бы, уже знают. Потому что прошло уже, ну, третий месяц после первого потока вот этого курса. Нет, три месяца, наверное, уже, да. И вы уже тогда начали меняться, и сейчас происходит, и вы уже другая. Поэтому вы все, конечно, воспринимаете совершенно по-другому, с большим углублением, с большим пониманием. Это так интересно читать, вот эти откровения. Но я какие-то буду обязательно потом отзывы писать в сторис, поэтому смотрите на будущее, кому будет интересно. Я нет, сейчас я не замужем, спрашивают. Елена, вы замужем? Сейчас я не замужем. И, кстати, так интересно, слушайте, у меня одна замужняя женщина, которая пишет, что мы с мужем живем в браке 19 лет. Она меня просит создать эфир на тему, как бы, как живется, типа, без мужа, там, типа, потому что многие ее подруги свободные говорят о том, как им классно. Ну, это, да, я думаю, что это будет дело, тема отдельного эфира, потому что мы уже с вами будем заканчивать. Я единственное, что сейчас хочу сказать, что можно быть и замужем несчастной, и можно быть не замужем счастливой. Независимо от наличия или отсутствия каких-либо людей, детей, родителей, подруг, коллег в своей жизни, самое важное – это сохранение вот этого внутреннего баланса, гармонии и умения находить счастье в самих себе. Если этого нет, то никто не спасет. Вы можете быть замужем, вы можете даже считать себя, что вам повезло замужем. Когда я эту женщину спросила о том, потому что меня очень удивил вопрос замужней женщины именно об этом. Я пишу, а вы счастливы в браке? Она ответила, и да, и нет. И потом спохватилась такая, следующее сообщение пишет, может быть, вы даже в нашем эфире сейчас пишет, скорее да. То есть, как бы, ну, надо себя поддержать. Но вот эта фраза, вот эти весы, когда я не знаю, счастлива ли я, они говорят о многом, понимаете? Поэтому я, я за счастье. Я могла, я вам честно скажу, я могла уже 27 раз там выйти замуж, из-за мужчин, ну, и много младше меня. И даже сейчас я могу выйти замуж, понимаете? Однако я бы, у меня сейчас такая пора и такое состояние ума, когда я понимаю, что вот не в этом счастье будет. Если найдётся партнёр, который будет гармоничен со мной, и всё, вы знаете, с пазлы сойдутся, там звёзды на небесах сойдутся, да, и это будет счастье без вопросов, а так лишь бы для статуса, там, для кольца на руке. Я уже этот этап прошла, мне это вообще неинтересно. Да, вот спасибо за ваши фонтанчики сердечек. Я думаю, что вы это чувствуете во мне, да, что самонаполненность, вот эта самостность такая, да, что я счастлива, независима, безусловно, есть, нет. Сейчас в жизни сильно поменялась вот эта вот психология зависимости женщины от мужчин, она сильно изменилась. Раньше женщина не могла без мужчины существовать чисто физически и материально. Сейчас, ну, мужчина нужен стать счастливее. Если вы несчастливы в браке или там просто вы в отношениях живёте, возникает вопрос, а зачем? Я в своём, ну, как бы вопрос этот мы решили с мужем полюбовно, мирно, спокойно, потому что стало незачем, со всей благодарностью. Украина, привет! Золотые слова! Какая вы мудрая! Мудрость приходит, мудрость приходит, и я рада, что сейчас много молодых становятся мудрыми. Те, кто идут, вот у нас на курсе очень много молодых женщин, очень много. Я безмерно этому рада, потому что они смогут в молодом возрасте, вот мурашками покрываюсь, прям чувствую, что это точно так, они смогут в молодом возрасте понять вот эти ценности и, что называется, прожить, прожить большее количество лет в состоянии счастья. Видите, какая звуковая, сопровождающая, вот вселенная мощная, прям, ух, как взрывел мотоцикл, прям, молодец! А ещё просто добавлю, тоже от себя для женщин и девушек очень важно быть в женском круге, круг, где женщина мудрая, счастливая и щедрая, Светлана пишет. Там не будет зависти, когда идёт поток. Учусь у вас многому каждый день, я рада. Да, вы правы, согласна полностью. Самодостаточность, вот это моя задача, научиться этому качеству и состоянию. Но, вы у нас в курсе, нет? Если не на курсе, приходите к нам на курс, мы учим этому состоянию. Вот у нас девчонки-курсистки, видите, как пишут. Убеждение по поводу замужества играет роль порой. Для меня главное осознать, что счастливой нужно быть сначала самим собой. Сколько тем раскрыто в этом эфире, не говорите. И правда, класс, спасибо. Побежал холодок, тело реагирует. Да, холодок побежал, тело выдало эмоцию, реакцию. Послушайте, что для вас значит этот холодок. Когда становишься старше, уже эти понятия замужества считают даже не обязательно. Это мои выводы. Вы знаете, если это счастливая встреча людей, и ты благодаря замужеству становишься не просто счастливой, а счастливее, разницу чувствуете, то да. А если нет, ну вот я уже сказал свое мнение, я мечтаю к вам попасть на курс. А долго вы планируете мечтать? Вы что, бессмертная? Вот эта фраза, она меня очень отрезвляет. Когда я думаю, ой, я бы вот это хотела, и вот это бы хотела, и то бы хотела. У меня сейчас вот здесь на столе, у меня зал превратился в мой еще один кабинет. У меня в столовой офис, и столовая, и рабочая зона. А здесь в зале у меня сейчас будуар и мастерская. Сейчас покажу. У меня в разработке сразу три картины. И когда-то я прочитала о том, что можно вот этот синдром отложенной жизни, что когда-нибудь я мечтаю, ну мечтайте, да, о своей когда-нибудь счастливой жизни. А можно сказать, ну вот мы начали курс вот 8-го числа вчера. Чего мечтать? Я в Египте до 15-го сентября. И что? У вас есть интернет. Какая разница, где вы находитесь? У нас женщины из разных стран в курсе участвуют. Там не будет инета. Да, 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 все правильно. Это не про меня. Показать вам картины? Я прям, слушайте, меня вот что называется штырит. У меня такой поток. Вот это будет еще покрыто поталью. Это будет золото. Золото на бирюзе. Это, по-моему, просто вообще феерично. Это будет золотая роща. А это у меня розовые паруса. Видите, как отражаются небеса в море и в парусах. Вот такие. И одна еще там у меня под столом еще тоже одна картина. Тоже с золотом. Как тронула снова, пошла за свечами Ксении для умиротворения. Слова, дорогой Ксении. Людмила, ты что, бессмертная? Вот, вот, Людмила. Вас тоже, да, отрезвляют эти фразы. Вы можете прям себе, знаете, как написать где-то в ежедневнике через какой-то период времени. Потому что мы всегда склонен, человек, а точнее наше подсознание, уберегать нас от каких-то новых действий. У него такая просто задача, чтобы Людмилочка, Юлианочка никуда не рыпалась. Закон сохранения энергии. У подсознания такая задача — сохранить энергию, сберечь, чтобы хозяйка прожила как можно дольше. Вот просто понимание этих моментов, это тоже мы на курсе прорабатываем, даём понимать, а из-за чего происходят все вот эти процессы. И когда мы понимаем, что о другой жизни для счастья не будет, тогда решение приходит само. Ты что, бессмертная? Да, красотища. Это про мои картины. Чудо, какая красота, прелесть, какая. Деревья на картине завораживают. Но это всё ещё в разработке, это будет дорабатываться, и обязательно вам покажу, потому что картины у меня все идут для будущих хозяев в вашей частной коллекции. Если кому-то отзывается, вы смотрите потом сразу. У меня как бы энергетическая напитка этих картин во всех присутствует. Ой, говорю и сама про них думаю, и прямо с жаром обдало. Деревья на картине завораживают. Они ещё и будут с поталью, золотые. Как попасть к вам на курс? Мы начали только курс вчера, следующий будет, скорее всего, в сентябре. В сентябре. Поэтому смотрите за анонсами. Вы знаете как, вы можете написать мне в директ, я там вас помечу галочкой, что есть желание попасть на курс, я вам тогда анонс пришлю, как только мы это запланируем. Сохраните, пожалуйста. Я пересматриваю по несколько раз, и каждый раз осознание по-разному. Эфиры магичные для меня. Ну, я соглашусь, я соглашусь, потому что у меня тоже есть наставники, которых я пересматриваю какие-то видео, прям, знаете, вот так по кругу, там по пять раз, потому что я с каждым разом, я слышу что-то ещё. Мы не сразу, наше подсознание не пропускает, не пропускает. Оно сохраняет нашу энергию, чтобы хозяйка, не дай бог, там что-нибудь не услышала и куда-нибудь её не потянула, понимаете? Вот такое вот хитрое. Но мы учимся, учимся с ним ладить, взаимодействовать, обходить его. Оно хитрое, но мы-то умные, понимаете? Мы уже можем понимать, что нам важнее и интереснее. Не бороться с ним, не пересиливать себя, не идти в лобовую атаку. А так всё хорошо, всё хорошо, потихонечку мы с тобой, моё милое подсознание, мы с тобой, всё, и хозяйка будет жива, не переживай. У них главная задача, чтобы мы были живы. Эфиромагичная, я тоже всегда вас пересматриваю. Ну вот видите, как это важно. Я так этому рада. И я же вот вам рассказывала уже, да, что я изучала про себя дизайн человека. Интересная тема, кому хочется познать себя больше, я рекомендую. Смотрите. Ой, девочки, ещё знаете, что я хотела чем с вами поделиться? Я послушала недавно, я вспомнила, вдруг внезапно мне захотелось перечитать «Алхимика». Но я понимаю, что читать мне вот вовсе некогда. То есть это ты сидишь, и ты привязан к книге. И сейчас какое счастье. Сейчас есть аудиокниги. И мне посчастливилось, сейчас скажу, почему посчастливилось. Я попала на запись книги «Алхимик» в исполнении Евгения Миронова. Гениальный актёр, просто гениальный. И это я разные аудиокниги слушала. Но это просто художественное произведение. Мало того, что он это гениально читает, как актёр. Ты просто погружаешься в это состояние. Там ещё и музыкальное сопровождение подобрано. Не просто музыка на заднем фоне, а именно к ситуации, где какая-то сложная, нагнетающая музыка. То есть всё очень прочувствовано, просто художественный. Но я сейчас зашла, хотела её включить, ещё переслушать. А его удалили. То есть это был не его эфир, не его канал или какой-то театральный, я не знаю. А кто-то слямзил где-то, и на этом канале, где он у меня был, я его себе сохранила. Я захожу, а его там нет. Если вам встретиться, если вам интересно, потому что я когда слушала, я думаю, «Господи, а я читала лет 10 назад «Алхимика». И я уже, знаете, помню через пень-колоду его. И тут я слушала, вспоминала и понимала, что «А я сейчас живу по этим принципам этой книги». Потому что там каждый абзац, каждый заголовок, каждая строка — это перлы вообще. Это кладезь для тех, кто на пути развития находится. Если найдёте, я вам очень рекомендую послушать. Потому что я испытала просто такую усладу для ушей, для эмоций. Я плакала. Я плакала 4,5 часа, я слушала, я плакала, меня просто пронзало. Обои красивые. Вы знаете, я как... Блин, мы с вами не расстанемся сегодня. Смотрите, у меня вот мебель, да, сначала у меня была куплена мебель, потом я поехала покупать обои. И присылаю Ксюше фотографию обоев. Она говорит, ну да, отлично тебе к мебели подходят. А я говорю, точно. То есть у меня очень такой вкус, чуть-чуть, а может какой-то визуальный вот там файл, который подбирает вещи просто, ну как бы интуитивно. Я, например, я купила, у меня была жёлтая сумка. Ну она не была, она есть, моя любимая, брача Алини летняя. И я покупаю жёлтую. Выбираем вместе тоже. Я покупаю жёлтые топотушки. Она говорит, о, как раз тебе под жёлтую сумку. Я говорю, господи, я даже не вспомнила. Спасибо тебе большое. То есть я вот на интуитивном уровне, где-то там на подсознании вот это всё выбираю. И так очень много у меня таких покупок. И вот обои в том числе. А на этой стене у меня на другой... У меня там камин стоял раньше. У меня вот они тоже в комплекте. Видите, у меня тут полный раскардаш. Прекрасный, творческий, беспорядок. Вот там краски стоят. Здесь на стульчике полотенца Мэри Кэй. Вот там картина у меня, которую уже купили. Скоро приедет моя однокурсница, приедет за ней с севера, заберёт. Вот, поэтому... А, вот это обои вот на той стороне. Вот там у меня по центру раньше стоял камин. Сейчас он у меня в спальне меня как бы согревает энергетикой камина. То есть у меня вот такая творческая сейчас атмосфера. Манифестирующий генератор. Ну, я не удивляюсь, Людмилочка, что вы тоже манифестирующий генератор. Вот, просто найти вам среду, куда вам манифестировать всё, что вы генерируете. Вот книги пишите. Это прям ваше. Начните, как сложится. Сижу и думаю, как у вас всё получается круто. В эфире и уход для волос делали. И массу интересных тем обсудили. Вы умница. Как у вас всё спорится. Какая энергетия. Сил вам и счастье. Спасибо большое. Очень всё подобрано гармонично. Красивый пол. Как у настоящих художников. У меня, да, вот. И то это как бы, ну, относительно порядок такой. Там надо кисти помыть. Я так на это всё смотрю и понимаю, что я победила свой перфекционизм. Когда у меня всё должно быть идеально. Вот доска гладильная убрана. Там утюг слит и убран. Он там, то есть, ну, вот. И я так рада. Думаю, господи. Вот я почему вам видео записала про то, что не обязательно гладить всё бельё. И выделить время, инвестировать его там в себя. В общение с детьми. В общение с любимыми. Ну, это же гораздо ценнее в этой жизни, чем наглаживать простыни и носки для мужа. Это я сейчас уже понимаю, что ему были нужны не наглаженные носки. А женщина, которая проявляет к нему внимание. Ну, это так вам на заметку. Ого-го, как приятно. Сразу видно, вы женщина со вкусом. Спасибо большое. Многие мне это говорят. И даже некоторые спрашивают, а вы не проводите? Ну, в общем, покупки со стилистом, короче. С праздников всех, кто верит, святого Пантелеймона. Как победить этот перфекционизм? Насильно. Насильно. Заставлять себя не делать то, что тебе, кажется, хочется сделать. Нагладить вот эти вот уголочки. Что еще там? Пыль без конца протирать. Ну, это же было просто. Суббота-воскресенье. Ты пять дней пашешь у меня с дежурствами на работе. И потом ты приходишь, и суббота-воскресенье. Суббота у нас была стирка в бараке с привозной, увозной водой, нагреванием воды. Потому что, ну, без удобств мы жили в барак очень долго. И генеральная уборка. Вот они, два прекрасных выходных. Вот так мы жили. Упахались. Муж, значит, один день на работе, другой день я на работе. Мы видели друг друга через сутки, через двое. Нормально? И потом вот уборка, глажка, все. Вот, как бы, ну, и пошли там с друзьями повидались, слава Богу. А вы покупачки со стилистом, это знак. Прислушайтесь. Ну, может быть, когда-нибудь. Пока это меня не заводит. Обожаю вас, ваш хохот на весь квартал. Да, я обожаю. Слушайте, мы сегодня тоже с девушкой общались. Я говорю, ну вот, я говорю, я люблю поржать. Он говорит, это же так классно, когда люди не теряют вот этот, ну, такой энтузиазм, такую веселинку, вот эту смешинку, что могут смеяться. Я говорю, у нас сейчас с тобой произошёл такой спонтанный смех. У нас ситуация там была такая, вроде сначала мы обсуждали, обсуждали что-то серьёзное, потом я что-то юморнула. И мы как раз хохотались, она говорит, слушай, это так классно, поэтому позволяйте, позволяйте, это выход эмоций, это спонтанное освобождение. Я потом на курсе, я вам дам одну книгу, которую очень рекомендую вот для вот этой процедуры. У нас с вами осталась минутка. Спасибо вам огромное за этот эфир. Вы прям поддержали меня, мы обсудили очень много тем. Я, наверное, постараюсь, разрежу этот эфир. У нас там темы вот про старые вещи, про золото, про мужчин, про мужей, про семью, да. Вот и даже про чувство юмора. Смех из детства, без комплексов. Ну, кстати, красивый смех, смех и голос, я работала над этим. Я работала. Задор. Сейчас образ лампа, стул резной и вы. Я бы сказала торшир, кресло и вы. Потому что у меня такое кресло, у меня вот такая вот мебель. Тоже я так долго искала мебель, потому что сейчас, ну, вот эти вот просто дын, дын, дын. Вот меня совершенно не устраивает. Я любитель дворцового стиля. У меня в предыдущей квартире вообще были колонны, пилястры, там ламбрекены такие. Ну, по типу ламбрекенов. Я не люблю ламбрекены, но там немножко другое было. И все так смотрят, когда смеешься. Угу. 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 Доплевать сто раз. Смейтесь. 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 Угу. Угу.